С 1 мая в России меняются правила онлайн-переводов денежных средств для простых граждан. В Центробанке отмечают, что это принесет целый ряд плюсов как для коммерческих банков, так и для населения. Какие именно и насколько активны в Тверской области пользуются современными финансовыми технологиями, расскажет Роман Быков. С мая жители нашей страны могут совершать онлайн-переводы между своими счетами в разных банках бесплатно. Кроме того, отменяется комиссия за транзакции самому себе из одного кредитного учреждения в другое в пределах 30 миллионов рублей в месяц. Бесплатно отправлять деньги можно будет через мобильный или интернет-банк. Комиссии могут взиматься только в двух случаях. Операция проводится в офисе или при отправке по номеру карты. Это позволит, во-первых, улучшить конкуренцию на рынке банковских продуктов и улучшить сами банковские продукты. Кроме того, это позволит исключить операционные риски для наших граждан Российской Федерации, для того, чтобы не нужно было снимать наличные денежные средства и нести их, зачислять в другой банк, зачислять на свой счет в другом банке. Раньше комиссии за переводы через систему быстрых платежей не облагались только суммой до 100 тысяч рублей в месяц. Если этот предел превышался, то банки были вправе брать до половины процента от размера перевода, но не больше полутора тысяч рублей. Некоторые ограничивали такие транзакции суммой в 50 тысяч. Теперь же проще станет всем. Причем Тверская область и так активно использует СБП. У нас внедрены новые методы оплаты в транспорте. У нас есть транспортная карта, у нас есть карта жителя Тверской области. И вообще близость к Москве и Санкт-Петербургу позволяет быстрее внедрять передовые технологии. Причем свою лепту вносят не только простые граждане. Все чаще даже работодатели применяют СБП при начислении зарплат. Поэтому не будет преувеличением предположить, что новые правила онлайн-переводов придадут дополнительный импульс электронным транзакциям. Еще больше потеснив старые добрые купюры. Субтитры создавал DimaTorzok